А я утверждаю, что Лига Чемпионов 2020 для Динамо Киев возможно. Причем это не предположение, а факт, который подтверждается после жеребьевки квалификации Лиги Чемпионов 2020-2021. Итак, наш соперник АЗ из Алкмара. Да, именно тот, которого хотелось бы получить в оппоненты киевляна меньше всего. Но по-нове, как по мне, лучше один раз сыграть со вторым клубом Нидерландов у себя на поле, чем потом в плей-офф выяснять отношения с АЗ по сумме двух встреч. Уверен, Мирча Луческу как следует настроить своих подопечных на ответственнейший поединок против сильного соперника. А что киевляне могут противостоять клубам выше среднего по европейским меркам, доказала победа в Суперкубке Украины 2020 над Донецким Шахтером. Думаю, и против АЗ динамовцы сыграют вторым номером, терпеливо выжидая свои шансы для взятия ворот. Здесь можно только пожелать нашему любимому Динамо такой же голевой реализации, как и в случае с Горняками. Допустим, пройдут киевляне АЗ, и что? А дальше в плей-офф соперником будет победитель пары Гент-Бельгия-Рапидвина-Австрия, что однозначно лучше, чем сильнейший из тандема Бенфика-Португалия-По-Греция. То есть жребий хоть и жесток к динамовцам, но не жесток. Соперники все вполне проходимы. Осталось дело за малым. Доказать киевлянам Европы, что они кроме того, что хотят, еще и могут. Могут побеждать середняков европейского футбола и быть среди элиты клубного футбола Европы. Чего киевлянам и пожелаю. На этом у меня все. Подписываемся на канал Футбол Витсаныча. Ставим лайки, уподобайки. Нажимаем на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых моих материалах. Активничаем в комментариях. Всегда с вами Саныч.